Вдох изнутри ребра. Толкаем в споры. Продолжаем. Четыре. Три. Два. Разгибаем правый локоть. Разгибаем левый. Продолжаем. Левую ладонь вытянемся. Правый дверь. Сначала стерилизируем лечебный пояс. Сгибаем левый локоть. Сгибаем правый локоть. Насколько вытянется. Дотянемся по кончайным пальцем. Либо кистевой зад. Одним локтем вытянемся на потолок. Правый локоть. Старайтесь сразу не разворачивать. Мышечную адапт. На протяжении всего. Прочнее. Продолжаем. Разгибаем правый локоть. Два. Четыре. Три. Два. Админь. Четыре. Три. Два. Из этого положения мы с вами будем вытягиваться левой рукой в сторону, правой, противопрямляйте. На выдохе возвращаться. Вдох, вытяжение романка в сторону. Вдох, боковой рукой толкаем. Вдох, боковой рукой. Раскрываем как вверх. Еще вдох. Вдох, вверх. Движение в первом отделе. Вдох и выдох. Все время стараемся раскрыть кругу. В сторону. Почувствовать как лопатки совершают движение на круг. В сторону. Четыре. Красивое движение. Главное. Вдох. 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 Старайтесь нижнюю ногу тоже вытягивать. Вдох. 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 Если мы придем с той силы вытягиваем как-то вытягиваем их. Вдох. 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 Принесive листы. Два ладони опустили ноги, да? Да, развлечем маленькое вращение, левое маленькое вращение. Попробуйте это движение вплоть без усилий, ушиб и падения. Только плечом, только лопаткой. Настолько получается, каждый из нас выбирает комфортное движение. Хорошо. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, два. И попробуем объединить вращение в зоно клетках по восьмой. Вращается назад, с нового шейного центра свободно, легко. Высо относитесь, как новое отдело на шею в руках по стиле. Восемь. Мобильная рука вверх, она состоится на месте. Восемь. Высоединяя эти два отдельных движения, правая и левая, вверху совместили в одну ладони. По свою руку вверху и назад. Вещая. Одна ладони приближается к позвоночнику и другая. Вверху. Старайтесь без исключительного движения, выполняйте это движение. Здесь нужно просто подвигаться на комфортно. Четыре. Три. Молодцы. Вдруг. Вдруг. Один. Вверх. В другую сторону. Теперь вы плечо моему накапливаете. Вверх. 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 Отлично. Смотрим диагональ. Протягиваем точку пальца. Локти забиваем. Подтягиваем голову. И отдаливаем. Выдок. Чувствуйте надвижение по задней части. Вот. Чаще. Чаще. Здесь снова мы минимизируем напряжение в шейном отделе. Все усилия приносим в ноги спины. Лопатки сводим. Хороший верх. Чаще. Заложим. Добавляем головочника. Подковного состояния. Четыре. Усилия. Высилия. Высилия. Три. Два. Остались. Помните. Второй. Второй. Три. Под ноги. Вперед. Локти забиваем. Локти назад. Вперед. 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 Представляешь, что мы перед собой очень подтянулись. Хватили. Усилия. Локти вдоль. Локти вдоль. Локти вдоль на себя. Затылку при этом. Противоположность. Здесь, пожалуйста, делайте акцент на передельного плата. Немного плата. Усилие. Локти вдоль. Лопатки в позвоночник не почувствуйте. Туновость. Ихот. Усилие. Плениже плечи опущены. Четыре. Насилие. Мышцы живота не располагает. Приятного. Два. 1 раз, локти прижали, лопатки свели, локти прижали, раскрыли плечи, свели, движение плечи и локации, 4, 3, 4, 1, ладони, поднимаем на руки, и натираем все ладони чуть до себя, слуха прогнуться в трудном отделе, подворотком вытянется в потолок, поясницы не раздували, только грудью, 4, 3, 2, и челюсть сброса руки, 1, 2, и 10, отлично, ладони на бедро, мы с вами плавно опускаем груди и плавно раздуваем члены вверх. Не спеши, по стикетам привык секретарь, 24, напоминаю основное правило в нашем районте, это безопасность и комфорт. Если при выполнении какого-либо упражнения в теле появляется избыточное напряжение, не боль, это показатель того, что вам стоит что-то сделать в движении, либо уменьшить амплитуду, либо полностью отказаться от выполнения упражнения. Для того, чтобы заняться хорошо для вас максимально эффективно, вы должны работать в зоне своего комфорта, только в этом случае верная система. Вот так кликнулся и позволит нам проработать все доступные амплитуды, без попадания. Не спеши, будьте максимально оправданы, когда работаете с шейным отделом, не пропускайте резких головок. Отлично, подбородок внизу, у грудин, ладони мы с вами всего-то могут назад, большие пальцы, основание нижней челюсти, 4 пальца назад, мы с вами сознательно, ладони мы надолели на ладони, подбородок еще не может опуститься до секундного пальца. 4, 3, 2, Отпускаем ладони, разгибаем шейный отдел, указательный палец ставим возле подбородка, и мы с вами выполняем движения. Голова впервые, и вернули за другую сторону. Двигается, голова, так, шкаф. Я еще шкаф, потому что мы с вами высящем для себя, открываем, и закрываем назад. Попробуйте, чтобы это движение не в половине шейного отдела было, а просто начинаем от секунды. Вперед, если не требуется тактильная составляющая, можно ладони опустить на ладони и двигаться головой. Вперед, и обратное движение мы с вами создаем за счет затылка, как будто мы хотим затылком что-то под себя назад. У нас должно вертикальное положение головы в исходной точке быть. до формирования второго подборода. Четыре. Мы с вами не устаряемся. Еще два. Остались. Макушкой вытянулись, почувствуем напряжение между лопатками. И опускаем голову на правый бок, плавно на лево. Стараемся начинать с маленьких амплитуд, всегда постепенно наращивать по возможности. Без убора, без рывка. Ладно. Насколько получается, всегда пробуем амплитуду. Четыре. Три. Два. И с вами мы с вами оставляем пол в боковом наклоне, правую ладонь перемещаем на левое ухо. Левое плечо толкули чуть вниз и назад. Почувствуем любой скитонус мукости. Уже чешевелое дело. То есть мы с вами не излишне даем ладонь на голову, а только хотим мягким. Мягкого вытяжения добиться. Два. Отлично. Из этого положения, придерживая ладонь и голову, мы с вами подбородок будем разворачивать к правому плечу. Насколько получается. И затем, помогая себе рукой, глаз вращаться в боковой наклоне в шейном отделе. Здесь рука перестает надавливать на голову. Скорее начинает помогать двигаться в шейном отделе, не допуская резких поворотов. Мы с вами стараемся улучшить ладонь в шейном отделе. Насколько получается, мы с вами подбородок уводим к плечу. Насколько получается, возвращаем. Здесь мы снова все время прислушиваемся к себе, к своим ощущениям. Если крайняя амплитуда вызывает у вас неприятные ощущения, мы с вами останавливаемся где-то нескольких сантиметров до возникновения боли. И продолжаем работать в зоне комфорта. Здесь не должно быть неприятных ощущений. Каждый поворот должен быть легким и максимально комфортным для вас. Еще два раза. Еще один. Отлично. И мы с вами ладонь убираем. Потому что облог на левый бок. Размещается один слегка вниз. Левый бок. Вместо ладонь. Вместо ладонь. Вместо ладонь. Вместо ладонь. Уже Conclus tweet. Вместо ладонь. И весь бакс. Включу лапу наверх. Дыхание ровное и глубокое. Старайтесь отслеживать этот момент, когда вы перестаете дышать. Создатель расширяется кругу в передней стороны. Стараемся минимизировать подъем плечевых суставов на отдохе. Больше движения в области нога. Еще два раза. Еще один раз. Заключите. Смены на ладони убираем. Мокучкой вытягиваемся. Подгородоком пускаем вниз. Право лучше, назад, лево. Наспешим. Когда затылок не тянемся назад. Глаза не закрываем и глубоко не закидываем голову. Движение максимально плавно. И в другую сторону. Наспешим. Наспешим. Еще два. Один. Отлично. Ладони на ладони на лево отра. Мы с вами как будто опускаем вниз. Скатываем. И по себе. Поднимаемся наверх. Отгибаем шею. И по себе. Вдругой. Мопатки смотрим. Снова стекаем вниз. Круглому шейну. И по себе. Вращаемся. Еще три раза. Еще два. Мягкая радиация. Еще один раз. Отлично. И остались. Ладони на ладони. Бедра толкаем влево. Бедра толкаем влево. Бедра толкаем вправо. Вдруг. Мягко подгачиваем. Четыре. Два. И остались. вытягиваем бедро, натянули отводящие мышцы 4 как будто левым бедром что-то вытягиваем 2 вернулись в центр и как будто правый бедром что-то вытягиваем натянули отводящие мышцы 4 3 2 вернулись в исходное на большие пальцы на клопчик поставили 4 пальца на тазовые кости надавили большими пальцами активно в большую упражняющую кладочку кости а вы таки подкрутили таз на себя на окнохе вернулись в исходное движение поднимается к лапциям тазовые часы наша задача здесь минимизировать движение в поясничном отделе и акцентировать движение в области тазов совершить именно попчиком крысцом подкручивая лапом на кости подтягиваться до нового отдела и движение вот здесь должно у вас приоритетно чуть раз на пол 4 4 4 4 4 5 4 5 5 6 6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 20 20 21 22 23 23 21 22 22 23 23 24 Мы с вами то же самое движение, как делаем в предыдущем, когда подкручиваем таз, и кондицы напрягаем на отдыхе. Четыре. Три. Два. Один. Молодцы. Док. Подъем на полный пальцы. Выдав нога, у нас не открываем, долл подъем, через стороны. Старайтесь максимальное внимание сейчас святоточить местопеду. И осуществить переказ подъема. Подъем на носки, на пятки. Носки открываем. План. Чтобы вы поставите на шею встало, чтобы было нахлотно подъематься. Когда вы осуществляете подъем, проверьте, как ваши воли не располагаются относительные воли. Это должно быть все синхронно. Колено, стопа двигаются вместе. Четыре. Молодцы. Не забывайте, когда опускаетесь на пятки, поднимать носки. Носки. Молодцы. Еще два. Один раз. И остались наверху на носках. Баланс. Четыре. Три. Два. Объяснились. На пятки носки. Онорвали. Насколько получается все пальцы остаться на внутреннем своде стопы. На пятки. Четыре. Три. Два. Опустили колено. И стопами внутренний и внешний свод. Постарайтесь колене по возможности стабилизировать. А стопами на одну сторону и на другую. Каждый сантиметр стопы попробуйте повречь движение в перекат. Движение должно происходить в коленостопном суставе. Четыре. Три. Два. Один. И мы с вами правой стопой натянем носок на себя. Опускаем стопу. Левой стопой. Как будто бы карандаш поднимаем с пола. Натянуть. И расслабить. То есть мы делаем движение. Карандаш подняли с пола. Бросили. И стопой вдавили в полу тренили за большим пальцем. Точно так же другая стопа. Подняли, сократили. Смотрите, если у кого-то судорога появляется, сильно нажимаете. Стопу на комфортной амплитуде. Можно просто пошагать. А мы с вами мобилизуем коленостопный сустав. Улучшаем подвижность, мобильность стопы. Еще три. Два. Правая. Левая. Отлично. Мы с вами берем палочку, кладем ее на пол. Раз, здесь с вами блок ЭФС-топы. Два. Два.